На это время. Я хочу, пожалуйста. Такой вопрос. Вы говорили о сообществе и о процессах внутри них. А вот размер сообщества, как это влияет на эти процессы, минимальный размер сообщества? Смотря что понимать под размером сообщества. Если понимать много, одномоментный срез, но массовое изъятие, то есть тотальное. Это все, кто живут вместе, и если мы повторим это через сто лет, они тут же будут жить вместе. Могут какие-то исчезнуть. Вот это качественный набор. Это качественный предел. Количественный. Пространственный. Я уже показывал пространственную. Можно ее как-то оконтурить, даже грубо. Но если внимательно это кодировать, то можно так и сделать. Теперь по объему видов. Конечно же, таксоцен, он не полностью изучается, когда мы берем два вида. Если мы возьмем много видов, и тех, которые здесь присутствуют, симпатрируют, они все равно как-то взаимодействуют. Они могут беспокойством каким-то своим влиять. Могут влиять каким-то образом, буквально забегать в ту нору, где приносят потомство, и приводить к тому, что это потомство не выйдет из этой норы. Мы проводили эксперименты специальные по саживанию. То есть временно держатся в разные эти представители. Например, красный и рыжий полевка, которые немножко конкурируют друг с другом в природе. Как правило, они не замечают, конечно, друг с другом. И когда они совмещаются вместе, открывают шлюз, и они идут друг на друга, то наблюдаются интересные дела. Когда красно-серая, например, полевка двигается на домики, где сидят рыжие полевки, рыжие полевки сбиваются в кучу, не по одному, но вместе в один домик. Ограниченная территория. И вынужденный контакт. Красно-серая полевка выбрасывает весь мусор из домиков, потому что она не любит мусора. И так далее. То есть у них совершенно разные периодические требования. Количество, пространство, качество. Все это можно количественно определить. Во-первых, самого сообщества. Он обсуждается. Нет, понятно. То есть можно... Да, я понимаю. Сообщество. Значит, сообщество не приеденится, что ли? Она может быть маленькая, может быть большая, но хотя бы в пространстве. Нет, дело в том, что сообщество, оно довольно широко. То есть это и растительное сообщество, и... Растительное, там же вообще... Речь идет про видео, насколько я понимаю. Но дело в том, что все сообщество... Грозунов на данной территории. Что-что? Число видов грозунов на данной территории. Ну, есть, конечно, разные моменты, которые здесь чрезвычайно важны. И можно полностью все сообщество описать невозможно. То есть сейчас, пока мы не готовы. Мы можем только работать с фрагментами. То есть фрагмент – это таксономически близкая группа. Те самые гильдии, о которых говорил в свое время Хачинсон, они же с ним. То есть это, в общем-то, таксономически узкие гильдии, в данном случае. Это, например, древесные растения – это березы. Здесь мы можем смотреть самые разные их реакции сопряженные. Я затягиваю, да? Вот. И если мы будем работать с грызунами, то, конечно, мыши несколько особ, кстати, но, тем не менее, они дрожат с видами-доминантами, и их морфоидентическая реакция бывает даже в какой-то ипостаси абсолютно идентична. Вот Вы все время говорите о светотреческих. Дело в том, что, насколько я помню, у вас это проскочило. На самом деле, галильши очень сильно различаются. Эти виды практически крайне редко. Так надо ли говорить о эволюции, если здесь просто-напросто ответ на одни и те же прахты? Хорошо. Влажные сутки. Мы смотрели, как ведут себя аллопатрические виды и симпатрические. В одной и той же среде при их выращивании, в одних тех же условиях. То есть вивали. Получается так, что если взяты аллопатрические виды, то они ведь не взаимодействовали исторически друг с другом. Они возникли где-то в разных местах, как я, после расхождения, и больше не встречались, допустим. И вот оказывается, что симпатрические виды дают параллельную реакцию изменения тех же самых структур, о которых мы говорили, и вивали симпатрические виды. А аллопатрические виды дают совершенно разную реакцию. Я могу даже показать. Ну, вот что напихают. Скажем, вот. Вот аллопатрические виды. Сейчас это уже не микротус, а александромис. Восточные полёвки сравнивается изменчивость формы зуба в виварии. Это материал Марина Николаевна Мейер. Вы вместе с моим коллегой и учеником Бойта обработали этот материал. Вот говорит на его результаты. Вот природные исходные серии и то, что встал в виварии. Вот реакция аллопатрических видов. То есть они реагируют несинхронно. То есть у них разные. При этом различия между ними сохраняются, диапазон. Но реакция разная. Теперь предыдущие симпатрические виды. Это другие. Максимович и Форкес. Видно, что реакции у них параллельны. Дело в том, что это одинаковые условия для разных видов, которые им что техногенная среда, что засуха, они все одинаково попадают в одни и те же тиски воздействия. Соответственно, морфогенез у них будет протекать в соответствии с их историческим опытом. Пожалуйста, на Ваших объектах геометическая морфометрия подтверждается дискретная изменчивость и смешает непрерывную изменчивость? Нет, это непрерывная изменчивость. Но дело в том, что, смотря что можно... Мы разработали в последние годы такой способ. Он еще нигде не опубликован. Надеюсь, в нашей книге в ближайшее время она соберет события. Публикуем этот метод, связан с использованием дискретных. признаков, пенов. То есть, оказывается, можно использовать дискретные структуры и в геометрической морфометрии. Это наше ноу-хау, мы этим гордимся, что мы такие хитрые придумали тегометрии. Но, конечно же, как правило, это изменчивость формы. То есть, это непрерывные интерполяции. То есть, мы можем плавно изменить некую конфигурацию. Есть такой прием тонкопластинной сплайны, который позволяет, и деформируя в определенном направлении, вдоль какой-то, скажем, переменной, которая нас интересует, главный компонент, экономическая вовсе и так далее, мы можем увидеть плавный переход и получить даже такую чудовищную вещь, которая и не была в природе. Поскольку есть некая закономерность, закон изменения, трансформации, если мы перетянем через грань здравого смысла, мы получим какую-то буратино. Вот. Очень интересный доклад. У меня вопрос и маленькое замечание по терминологии. Коэволюции, как и эволюциями эволюции. Вы знаете, вслед за Филипченко, это микроэволюция и макроэволюция. Даже здесь, вы там представили вначале, так сказать, все возможные варианты коэволюционных отношений, в том числе и макроэволюционные, когда видообразование паразита и хозяина идет сопряженно. Понимаете, да? Вот. И я вслед за Филипченко считаю, что здесь у вас микроэволюционные, то есть речь идет об адаптивных, по адаптивных отношениях видов довольно близких по экологическим условиям, ну, в условиях конкурентных отношений и в условиях изменения окружающей среды. То есть речь идет о микроэволюционных, да? По вашему? Нет, ну, понятно, что речь идет о близких формах, хотя мышь, конечно, и полевка, это далеко не близкие формы. То есть я понимаю ваш вопрос. Ну, эта версия Филипченко в данном случае меня не убеждает, поскольку макроэволюция, конечно, по своим законам осуществляется, с этим я согласен, но она все равно складывается из нелинейностей, которые складываются в микроэволюционных процессах. То есть эти нелинейности выражаются в макроэволюции, то есть в неких прорывах. Это ни более, ни менее. То есть это не связано ни с какими-то чудесами, это просто вот действительно возникает как нелинейный эффект. То есть малое эволюции приводит к чудовищному эффекту. Это открывается и вот тот вариант, эскейпент радиующий вариант такой эволюции, то есть тот, когда прыгают эти бухоеды за гоферами, но это вариант такой тихой эволюции, то есть как бы на уровне видов и все. Здесь, конечно, макроэволюции нет. Макроэволюция – это два разных процесса. А фактически, разве нельзя рассмотреть макроэволюцию как гротескную микроэволюцию? Можно, но все же это разные процессы. А кто вам сказал, что они разные? Из чего все? Это очень тонкий вопрос. Станислав Семенович Шварц, учеником которого я гордо себе считаю, вот считал, что микроэволюция перетекает в макроэволюцию, то есть дает как бы усиленная микроэволюция, временем, дает макроэволюционный эффект. Но сама, то есть вот этот вот выход на макроуровень возникает, по-моему, когда меняется вообще отношение к биоте. То есть некий настрой, то есть другая жизнь начинается. То есть капитализм и феодализм. То есть, соответственно, феодалы разные. Они, конечно, может быть, генетически не сильно друг от друга ушли. То есть биологическая летопись, генетическая летопись подтвердит их близкое родство. Но их ответ будет другой. То есть они будут совершенно разные. И по функции свои совершенно разные. То есть экология здесь, опять же, следуя тому же Шварцу, является лидером. А генетика, как бы, это летопись, которая содержит. А макроэволюция, это действительно как бы новое решение. То есть, ну, это сложный вопрос. Это, я думаю, за пять секунд и за пять минут трудно объяснить. Бесяток лет. Ну так, там и сходят, что ответа на самом деле нет. Поскольку все объясняется с градусами. А, значит, и теперь первый вопрос и последний вопрос. Нет, я согласен, что можно и так говорить, то есть и думать абсолютно. Нет, никаких проблем. Вот вы показывали этот радиационный хвост тобой. Значит, вопрос, за сколько времени произошли вот эти изменения. Ну, вот этого шелтого овала в сравнении с левым овалом. И второй вопрос в этом же ключе. Как вы объясняете, в общем, направленную, однонаправленность изменений, несмотря на то, что в данном случае действовала радиация, то есть фактор, вызывавший случайные мутации? Понятно. Все. Значит, я считаю, что основной механизм этих изменений эпидемиотический. То есть изменяется профиль. Воздействие есть, радиация есть. Но действует она не на какие-то там мутации, которые появляются. Конечно, они есть тоже нарушения. Выбиваются какие-то нуклеотиды в другую позицию, и там появляется что-то другое. То есть, конечно, есть точечные, есть крупные, может быть, нарушения. И наша коллега Гилёва, к сожалению, ушедшая уже из жизни, занималась этой проблемой и обнаружила там довольно много нарушений, хромосомок и т.д. Но я считаю, что основной механизм – это аккумуляция вот этих эпидемиотических изменений, которые фиксируются каким-то образом в дальнейшем и являются как бы дополнительным мотивом при морфогенетических ответах. То есть, когда морфогенез осуществляется, он осуществляется в соответствии с этим, тем, который выработался. Получается такая вещь, что есть на севере и на юге разная интенсивность воздействия. Совершенно разная. То есть, на порядке величина. Так уж получилось. И вот оказывается, что южная часть реагирует точно так же, как северная часть. Те же признаки, которые проявляются на южной части, те же самые признаки маркируют действие радиации и на севере. Хотя на порядке величин отличается фактор воздействия. То есть, нет линейной зависимости. Скорее всего, это эхо длительного нахождения и, отвечая на первый Ваш вопрос, скажу, что прошло порядка, может быть, 100 поколений с момента действия фактора первичного, когда он сильно, что называется, жахнул. Сейчас уже, конечно, эффективность воздействия меньше, но она все равно высока. То есть, если раньше было 750 квирин на квадратный километр, то теперь, может быть, 350-14. Будьте добры, у меня два вопроса. Первый, это почему нижние челюсти? Не будет ли у Вас, допустим, на других объектах морфологически у других закономерностей? Это первое. А второй, все-таки вот вначале Вы сказали, что экоэволюция – это некие изменения одного вида, которые влияют на другой. Нет, это взаимные могут быть изменения. Каким образом изменения в нижней челюсти у одного вида могут, так сказать, повлиять на тот же процесс у другого? Понятно. Представьте себе, что кто-то имеет колоссальную челюсть и съедает все, что Вы хотите съесть в кафе. Почему? Тот самый. Кто-то кого-то объест. Ну, это так, шутка, конечно. Но, действительно, это, во-первых, почему взяты это нижние челюсти? Потому что это плоский объект. Он хорош для геометрической морфометрии. Во-вторых, он находится на том, что есть на входе. То есть питается это существо, соответственно, через эту нижнюю челюсть каким-то образом обрабатывается и пропускается вот этот поток ресурса пищи. Поэтому это на входе. Поэтому это важно. Ну, что касается других структур, мы смотрим и форму черепа. В общем-то, это ничуть не хуже. Мы смотрим структуры, какие-то дискретные на проявляющиеся, то есть фены, проявляющиеся и на других частях организма. Мы смотрели и те же самые аспекты анализировали по обычным промерам, которые берут за ологи. То есть длина тела, масса тела, длина хвоста, длина ступни. И те же самые закономерности мы получали похожие, по крайней мере. Вот. Итак. А вы ведь в прошлый час. Ну, не знаю. А вид-то существует достаточно давно. Нет, конечно. То есть эти коэволюционные ответы, это ответы прошлого. Это вот так. Еще вопрос. Поехали вот этот вопрос.